Всем привет, друзья! С вами Игорь Путин и вы на канале Руслана Абдулла Сырова. Сегодня у нас на обзоре вот эта кайфовая малышка, это Kia Soul. Давайте посмотрим ее в деталях. Поехали! Ну и давайте, друзья, по классике. Начинаем с передней части. Я даже не знаю, что про нее сказать. Выглядит она максимально борзо. Вот эти узкие фары, кстати, диодные и линзованные. Здесь у нас 4 линзы, дневной ходовой здесь, здесь. Здесь находятся также противотуманки, они в едином блоке. Выглядит классно. Вот это огромная решетка радиатора с клыками. Ну, агрессивно, согласитесь? Я даже не знаю, с чем сравнить. Молодцы ребята, в глаза бросается тачка прям с первых секунд. Сбоку эта машина выглядит не так необычно, как спереди, но бросается в глаза сразу же. 18-е колеса, казалось бы, на такой маленькой машинке, но на самом деле ее размер достаточно большой. То есть это не как мини-купер там или еще что-то в этом духе, она побольше. Также видно вот эти вот нестандартные формы выемки под ручки. Рука также лезет. Ручки такие серьезные, как на внедорожнике. Здесь мы видим также диодную оптику, причем нестандартное решение представлять вот это вот все. Один большой задний фонарь. Единственное, здесь вот у нас ничего не подсвечивается, здесь только дополнительный стоп-сигнал. Но вот эта вот секция, ну, сразу же запомнится вам. То есть вы этот автомобиль 100% ничем не перепутаете. Также вот этот момент в заднем бампере на контрасте сделан прикольно. Противотуманка посередине, как я люблю. Камера заднего вида и, в принципе, вообще нестандартная форма задней части. Продолжим по багажнику. Его здесь практически нет, но он как бы есть. Этот автомобиль, в принципе, не рассматривается как семейный, но я так думаю. Потому что, ну, коляска даже сюда не полезет. Здесь у нас докатка, хотя могла бы поместиться полноразмерная запаска. Удобный органайзер, где у нас... О, как легко достается. Домкрат, баллонник, петля, все как надо. Ну и здесь также можно сделать фальшпол второй. И еще кучу всякого хлама. Ну, ложись, все как мы любим, да, побольше хлама. Нужен большой багажник, потому что у меня много хлама. Ну и полочка. Полочка съемная на защелочках. Все как надо. Пойдемте в салон. Давайте сразу по заднему ряду. Сиденье здесь складывается в три четверти. И у нас получается практически ровный пол. Это в случае, ну, каких-то непредвиденных, да, длинных и больших грузов. Также по месту сзади. Опа! Я сейчас сижу сам за собой. Здесь места очень много. Так же, в принципе, как и в Kia Seltos. То есть, в принципе, один в один. Также здесь есть подогрев заднего сиденья. Единственное, спинка не греется, только диван. Вот. Стеклоподъемник, естественно. Форма ручек. Очень нравится. Если без перчаток, три пальца сюда залазит. Очень необычно смотрится и удобно в эксплуатации. Вот. Также по заднему ряду у нас здесь, естественно, свет. Ручечки, крючочки. Все стандартно. И гнездо для зарядки телефона. Ну, куда же без него. Подлокотничек. О, высота у него удобная, не низкая. Классно? В принципе, по заднему ряду все. Но то, что здесь есть подогрев, это стопроцентный плюс. Я удивляюсь, конечно, с Kia, потому что у них такой большой модельный ряд. И при этом у них такое все серьезное. Все такое строгое. Здесь же в этом автомобиле, ну, все вот мне реально напоминает мини-купер. Да? То есть буквально недавно делал обзор на мини-купер. Форма вот этой центральной консоли плюс-минус такая же. Руль тоже вот глянцевый такой, с кнопочками. Что-то где-то кругляшки, какие-то кнопочки. Все так это мило и по-игрушечному. Естественно, здесь мы не видим никаких проекций там, да? Никаких дисплеев, никаких виртуальных щитков, приборов и так далее. Здесь все как бы аналоговое, да? При этом у нас стоит мультимедиа сенсорная, также с дублирующими кнопками. Круиз-контроль есть. Также чуть в более богатой комплектации есть адаптивный круиз-контроль, который контролирует расстояние между впереди идущим автомобилем и вашим. Вот. Кнопка старт-стоп здесь в очень интересном месте. И так же вот видите, как вращается она. Кнопка старт-стоп реально очень удобно расположена, не надо никуда на панель лезть. Это Игорь и Марат. Они ровесники, оба работают инженерами, у обоих из них есть своя семья. Но только у Игоря есть машина, а у Марата нет. Дело в том, что Игорь узнал об автокредитовании от автосеть.рф раньше, поэтому уже на коне. А Марат узнал позже. Поэтому у него машина появится через 3, 2, 1. Встречайте! Автосеть.рф Продажа проверенных автомобилей с пробегом. Все в зароли этого автомобиля нет такого ощущения, как будто ты сел реально в какую-то серьезную тачку. Но это так и есть. Потому что и внешность говорит о том, что она такая забавная. И здесь все так поигрушечному. Вот этот полностью глянцевый руль с кругляшками, с кнопочками. Это так, ну, все поигрушечному. Вот эта центральная консоль такой забавной формы. Я такую видел, разве что, наверное, в мини-купере. Но единственное, там она полностью круглая. А здесь что-то такое, ну, похожее на нее. Вот эти дефлектора, печки со встроенными динамиками. Ниша вот эта вот под ручку очень красиво выглядит. В общем, все здесь реально необычно. И не так, как даже вот Kia Seltos, Kia Rio, Kia K5. Может быть, на Sorento немножко вот это место похоже. Но более как бы ни на что не похоже. Молодцы, ребята. У них огромный модельный ряд. При этом у них получается создавать реально разные автомобили. По щитку приборов у нас просто аналоговые приборы. Никаких тут экранов там и чего-то подобного. Здесь у нас стоит мультимедиа. Она у нас, естественно, сенсорная. Вот, также есть дублирующие кнопки. По функционалу я в подробности вдаваться не буду. Здесь у нас есть, естественно, навигация. Естественно, можно подключить телефон, либо Android, либо iPhone. Также радиостанции есть, голосовые сообщения. Можно также записать. Помните, наверное, на Hyundai Solaris я делал в обзоре то, что можно делать голосовые заметки какие-то. То есть мы поставили запись. Он записал. Потом эту запись можно воспроизвести, естественно. Тут как кто-то из детей. А вы из заметки. Сюда поставили запись. Ну, прикольно, согласитесь. То есть реально иногда хочется что-то записать, но за рулем писать неудобно. Можно свою мысль надиктовать. Очень классно. Дальше по центральной консоли мы видим управление климат-контролем. Тоже необычной формы, но здесь все есть, естественно. Подогрев лобового стекла, обороты печки, переднее и заднее стекло обогрев. Также климат-контроль и кнопка кондиционер. В принципе, все, что нужно. Здесь у нас кармашек для беспроводной зарядки. Здесь у нас нескользящий коврик. Под ним находятся розетки USB. И под какое-то доп. оборудование, будь то компрессор или еще что-то. Кнопки подогрева сидений тут на центральной консоли большие. Реально не промахнешься. Двухступенчатый подогрев. Подогрев руля и смена режимов. Есть также у нас нормал, эко и режим спорт. Чем они отличаются, я сильно не почувствовал. Ну, видимо, какими-то настройками именно в моторе. Ну, честно, не сильно заметил. Дальше. У нас ручной тормоз. Классический. Рычаг. Можно любителям переднеприводного дрифта как бы пользоваться этой чудо-штукой. Очень удобно. Дальше подстаканники с держателями здесь, с зажимами. И подлокотник, который не имеет регулировок, но при этом достаточно глубокий. И можно во всякого барахла накидать. Ну что, друзья, теперь давайте прокатимся по небольшому внедорожью. Наш любимый экстрим парк. Так как компания Kia назвала ее городским кроссовером. Ну, я понимаю, что городской, да. Мы все-таки испробуем его на внедорожье, на легком. Вот. Мы уже катали эту тропу не раз и на разных автомобилях. Но на переднеприводных первый раз. Здесь мы уже проехались пару кругов. Машина достаточно комфортно себя чувствует. Но мы в самую жесткую тему не залазили, потому что, ну, боюсь бампера ставить. А так, в принципе, вот чисто у вас дачная дорога такая с пристрастиями, да. Я просто еду на дачу. В принципе, передний свес, казалось бы, он такой длинный и низкий. Не цепляет. Подъемы достаточно крутые. Очень большой угол, на самом деле. Мы не цепляем ни серединой, ни бамперами. Вообще, то есть, даже ни намека. Ну, и отрабатывает кочки. Она, так знаете, упруга. То есть, ничего не болтыхает в подвеске. Она не жидкая. Она именно вот такая упругая. И я бы не сказал то, что на ней по внедорожье будет комфортно. Комфортно, может быть, в плане того, что ничего не стучит, не гремит. Это да. В плане тряски, ну, немножко вот болтается внутренний орган. И вот сейчас мы переходим к достаточно сложному участку для монопривода. Привод у нас передний. И нам придется, когда в горку поднимаешься, набрать небольшой разгончик. Потому что там колье накатанное уже. Причем это с поворота все. И на видео она очень несерьезная. А так глазами смотришь, она достаточно серьезная. Поехали. Ну, в легкую. В легкую. В принципе, я даже не запереживал. Может быть, самую большую жужу заехать? Не, не буду. Жалко очень бампера. И в любом случае, я бы не рекомендовал куда-то в более серьезные места залазить на ней. Потому что останется просто-напросто без бамперов. А так машинка со своими задачами справляется. Низкий профиль, 18-ые колеса. Комфортно и управляемо по городу. При этом, в принципе, может преодолевать небольшое внедорожье, бездорожье. Там, где нет асфальта и достаточно серьезные ямы. Вот, допустим, здесь сейчас по полю даже проедемся. И нету ощущения, что ты вот сейчас вот-вот чем-то заденешь. Нет, все классно. И при этом в салоне ничего не скрипит, не трещит. У нас машина с пробегом в 4000 километров. Это и не много, и не мало. То есть, в принципе, если что-то у них скрипело в салоне, оно бы уже начало скрипеть. И машина, кстати, очень просторная в салоне. Что я здесь сижу, мне достаточно просторно, и слева и справа места много. Что я сижу за собой, места более чем достаточно. В общем, молодцы Kia. Огромный модельный ряд, и при этом вы еще делаете такие забавные автомобили. Пока мы снимаем обзор, мне приходит масса сообщений, что это машина моей мечты, я так ее хочу. То есть, очень много людей написали, что стиль у этой тачки реально бешеный, и много кто себе ее хочет. Но она реально притягивает взгляды. Кстати, забыл про мотор и коробку. Пойдемте посмотрим, что у нас под капотом. Под капотом у нас рычажок посередине, гидроупоры. Очень удобно. Вот сколько раз говорил, у кого их нет, ставьте обязательно. С кочергой это прям все неудобно. Здесь у нас двухлитровый мотор, коробка автоматическая. Прям обычный гидротрансформатор. Также есть механическая коробка, мотор 1.6. Мотор 1.6 турбо, 200 сил. 200 сил, но она идет на роботизированной коробке передач. У нас проверенный тандем. Это двухлитровый мотор цепной и обычный автомат. Будет ходить долго, надежно, так же как 1.6. И так же как 1.6 турбо. Единственное, я не знаю, как будет ходить. Но 200 сил. Я думаю, те, кто возьмет себе 1.6 турбо, в покое этот мотор не оставит, поэтому ресурс у него может быть чуть поменьше. А 1.6, либо 2 литра, это навсегда. Система стабилизации, конечно, сразу же все берется в свои руки. Говорит, братан, ты что-то переборщиваешь. Бешеная табуреточка. Из потока тачка выделяется своим внешним видом вообще железно, конечно. Как инопланетянка какая-то. И ни с чем ты ее не перепутаешь в потоке. Сразу понятно, что это Kia Soul. Даже те, кто ее даже ни разу не видели, они про нее слышали. И увидев именно эту машину, они сразу подумают, блин, это походу Soul. Сейчас, короче, стартанем от 0 до 10. Так, тихо-тихо. Не, нереально. Она прям сильно идет в букс. Очень жалко резину. Ну, разгоняется она прям очень хорошо. То есть, нет такого ощущения, что она что-то где-то, короче, не додает. А 1.6 Turbo, я думаю, вообще нереально с места тронуться без пробуксовки. Ну что, друзья, наш обзор этой милой и в то же время агрессивной машины подошел к концу. Я надеюсь, вам обзор понравился. Увидимся в следующих выпусках. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok